Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на втором сезоне открытого международного проекта Центра развития IT и образования МФТИ Олимпиадной школы круглый год. Как мы обещали, теперь мы работаем в видеоформате. И тема первого нашего с вами сегодняшнего занятия «Множество объекций на множество». С понятием «множество» вы наверняка сталкивались уже в жизни. Будучи это стая птиц или группа людей, все это множество. Но в жизни мы работаем с, соответственно, конечными множествами. Даже количество атомов, наблюдаемых во Вселенной, конечное число. Но в математике это не совсем так. Вы уже наверняка сталкивались с понятиями натуральных чисел, целых чисел, рациональных чисел, действительных чисел, комплексных чисел и так далее. Соответственно, все это множество, числовые множества, но в них содержится бесконечное количество элементов. И давайте с вами договоримся, что мы с вами не будем формулировать точное определение понятия множества, а в процессе изучения данной темы сформулируем некоторые свойства. И будем считать, что если у нас элемент х малое содержится во множестве из большого, то обозначать мы это с вами будем х малое принадлежит х большому. Ну что ж, давайте введем понятия, которые помогут нам сравнивать множество. Прежде всего, это понятие отображения. Отображением называется такое соответствие между элементами двух множеств, что каждому элементу одного множества ставится в соответствии единственный элемент из другого множества. Вы скажете, что это очень похоже на понятие функции. Так и есть. В данном разделе математики понятие отображения и функции можно воспринимать как синонимы. И теперь давайте с вами еще видим пару полезных определений. Пусть заданы множество х и у и отображение f, которое ставит соответствие каждому элементу из х, элемент из у. И пусть у нас также с вами дано z, это некоторое подножество x. Тогда множество f от z, таких элементов y малого из у большого, что y равняется f от x, а x принадлежит этому подножеству множества x, которое мы с вами выделили, называют образом множества z при отображении f. Также мы с вами введем понятие про образа. Соответственно, пусть заданы у нас множества x и y, отображение f из x в y, а также возьмем произвольное множество z, на этот раз из y. И тогда множество всех таких элементов x малого из x большого, что f от x принадлежит z, называется прообразом множества z при отображении f. Введя эти понятия, мы с вами можем двигаться дальше. И соответственно, введем понятие серъективного отображения. Пусть у нас задано отображение f из множества x во множество y. Говорят, что функция f, задающая это отображение, будет задавать стереекцию, если у каждого элемента из y существует свой прообраз в x. На языке квадров это можно записать так, что для любого y малого из y большое, существует x малое из x большое, такое, что f от x равняется y. Как это проиллюстрировать? Берем множество x и множество y. Соответственно, и нам нужно построить серъекцию. Пусть у нас даны какие-то элементы во множестве x. И в условии нам сказано, что у нас для любого y существует свой x. Соответственно, вот, вот. Но при этом не сказано, что этот x может быть единственным. То есть, например, вот здесь вот на картинке 2x отображается в один и тот же y. Итак, ну а какой явный пример можно привести такого отображения? Ну давайте с вами рассмотрим f от x равное косинус x. И, соответственно, при области определения действительной ось, все, в отрезок минус 1,1. Тогда что мы с вами получаем? Что у нас для любого значения, принадлежащего интервала минус 1,1, существует бесконечное количество прообразов на действительной оси. То есть, вот такое отображение вот этих двух множеств серъективно. Дальше введем понятие инъективного отображения или инъекции. Не путайте с инъекцией в медицине. Соответственно, пусть у нас дано отображение из x в y, которое задается функцией f. Говорят, что функция f будет задавать инъекцию, если различные элементы из x переводятся в различные элементы из y. То есть, смотрите, что у нас с вами получается. Опять же, берем два множества, x и y, и берем различные x. Тогда по условию сказано, что они переходят в различные y. Соответственно, и таким образом, единственное, что может быть, что у нас есть y, у которых нет прообразов. И какой пример можно привести здесь? Ну, например, соответственно, отображение f от x, равное x в квадрате. Мы будем с вами отображать множество неотрицательных действительных чисел, которые обозначаются обычно r с плюсиком, во множество действительных чисел. И, соответственно, это будет у нас ветвь параболы. Давайте мы ее с вами нарисуем. И что получается? Получается следующее, что у нас, соответственно... Для положительных значений y существует свой x. Но для отрицательных значений y у нас x-сов просто не существует. Потому что мы задали на действительной оси. А что будет, если мы рассмотрим y, равное x в квадрате, на всей действительной оси? Но тогда мы с вами получим, что для минусы 1 и 1, например, у нас y будет один и тот же, единичка. И тогда отображения не будет уже инъективным. И после этого давайте познакомимся с еще одним интересным понятием. Пусть у нас с вами отображение из x в y задается некоторой функцией f. Тогда говорят, что f будет задавать биекцию, если различные элементы из x переводятся в разные элементы из y, и у каждого элемента из y существует свой прообраз в x. То есть, опять же, как это можно проиллюстрировать? Вот у нас с вами множество x, множество y. И мы с вами строим отображение. У нас x, неравные друг к другу, переходят в различные y, и у каждого y существует хотя бы один прообраз. То есть, вот такое-то отображение. По сути, это биекция. Есть не что иное, как инъекция и сюръекция одновременно. Какой пример можно привести? Ну, например, f от x равное x в кубе, и f пусть у нас действует из r в r. Но действительно, когда мы с вами получаем, что графиком будет являться кубическая парабола, и мы с вами для любого x однозначно восстанавливаем y, а для любого y однозначно восстанавливаем x. Итак, таким образом мы сформулировали весь необходимый теоретический аппарат, и самое время порешать задачки. Задачка первая. Доказать, что между множествами интервал от нуля до единички и множество действительных чисел существует биекция. В таких задачах порой полезно использовать геометрические свойства или геометрическое представление множеств. Соответственно, давайте мы с вами r будем изображать в виде действительной оси. И мы поставим в соответствии действительную ось. А интервал 0,1 соответственно изобразим соответствующим интервалом на действительной оси. И помимо этого, давайте сами сделаем следующее. Мы возьмем и интервал 0,1 согнем, грубо говоря, в окружность с выклутой точкой диаметра 1 на π. Вот, давайте выклеим вот эту точку, обозначу ее за O. И что мы тогда с вами получим? Что для любого элемента действительной оси мы с вами можем поставить в соответствии точку, какую мы берем, соединяем наш элемент действительной оси с точкой O, которая выклута, и получаем, что этот отрезочек будет пересекать построенную окружность в одной точке. И при том, для каждого элемента действительной оси точка пересечения будет своя. То есть, таким образом, мы построили взаимно однозначное соответствие между действительной осью и данной окружностью. Таким образом, существуют объекции между этими двумя множествами. Задача решена. Соответственно, движемся с вами дальше. И следующее, с чем хотелось бы разобраться, это еще одна задачка подобного рода. Итак, доказать, что между множествами A и B, которые представляют собой полуинтервал 0,1 и интервал 0,1, существует объекция. Но порой можно явно построить объекцию между двумя множествами. Давайте мы с вами это продемонстрируем, как делать. Соответственно, давайте мы договоримся, что каждый элемент множества A, который является либо нулем, либо степенью двойки, то есть A, либо 0, либо степень двойки, мы будем сопоставлять элементы из B следующим образом. Для единички, которая принадлежит множеству A, мы поставим 1,2. Для 1,2 из множества A мы в B поставим в соответствии 1,4 и так далее. Соответственно, A элементу вида 1 на 2 в степени K, обозначим его за A, мы поставим в соответствии элемент B вида A пополам. А нолику также поставим в нолик. Все остальные элементы, которые не являются ноликом, или 1 делить на 2 в степени K, мы переводим сами в себя. То есть остальные элементы переходят в себя. То тогда мы сами построили взаимно однозначное соответствие элементов множества A и элементов множества B. Значит, мы сами построили объекцию. Задача решена. Ну и напоследок давайте с вами докажем одну очень полезную лему, которая нам говорит следующее. Что если между элементами множества A и B существует объекция, и между множеством B и C существует объекция, то тогда между множеством A и C также она существует. Давайте докажем. Пусть у нас функция F. F задает объекцию из A в B. A, G задает объекцию из B в C. Вот эти вот функции задают объекцию. Тогда построим функцию H от X вида G от F от X. И что мы тогда будем иметь? Что F от X будет переводить элементы множества A во множество B, а G от полученного значения будет переводить элемент множества B во множество C. То есть H от X как раз таки будет задавать отображение взаимнооднозначное элементов множества A во множество C, поскольку F и G это у нас объекции, то есть взаимнооднозначное отображение. И таким образом мы с вами доказали, что и требовалось в данном утверждении. Итак, соответственно, на дом вам будут заданы две задачки. Первое. Доказать, что между множеством неотрицательных чисел и множеством действительных чисел существует объекция. И доказать, что между множеством точек круга с радиусом 1 и точек квадрата стороной 2 также существует объекция. Решения принимаются до 1 апреля в сообщениях группы Олимпиадных школ МФТИ. Напоминаю вам, что те, кто задают позже, теряют баллы, и поэтому активнее участвуйте в нашем проекте. Текущий рейтинг участников проекта можно найти здесь. Привлекайте своих друзей к участию в нашем проекте, потому что чем больше участников принимают участие в нашем проекте, тем больше будет стоить задачи. До встречи на новых видео лекциях.